Мобильная студия Первого медицинского канала продолжает свою работу на 18-й Ассамблее здоровья Москвы. И гости нашей студии сейчас в прямом эфире мы, я напомню, Денис Николаевич Проценко, главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы. Здравствуйте, Денис Николаевич. Здравствуйте. И Сергей Сергеевич Петриков, член корреспондента Российской академии наук, директор не имени Склифосовского, не скорой помощи имени Склифосовского. Тема предстоящей беседы, она лежит в плоскости организации здравоохранения. Сегодня утром прошла пленарная секция, пленарное заседание, посвященное цифровизации здравоохранения. Наше здравоохранение трансформируется в цифровую плоскость. Какова роль врача, как врачу находиться в этой трансформации? Как вы оцениваете вообще эффективность происходящего? Наверное, Денис Николаевич начнет отвечать. Здравствуйте, коллеги. Действительно, сегодняшнее пленарное заседание было посвящено цифровизации и IT-решения, то есть тех современных технологий, без которых никакая, наверное, отрасль, медицина в том числе, себя не мыслит. Но мне бы хотелось все-таки в рамках своей компетенции сузить этот вопрос до столицы, и до службы анестезиологии реанимации столицы, который сейчас находится в прямом смысле. На этапе тотальной цифровизации выделено и определено то техническое IT-решение, которым будет покрыто все 2500 реанимационных поек Москвы, еще 717 операционных, и тут очень важно взаимодействие. И такой базовой площадкой, как на самом деле, наверное, всех последних IT-проектов, был выбран институт Склифосовского, где 144 реанимационных койки в СССР. Нет, пока 133. Но вы движетесь вперед. Но вот этот пилот, вот этот пилот, именно с цифровизацией реанимационных койок, он запущен в институте Склифосовского. Что это дает? Это дает интегральное решение, когда все устройства, все потоки информации с дозаторов, с аппаратов искусственной вентиляции легких, со всей техники, которой мы используемся, стекает в некую единую базу. И это дает, конечно, объективизацию ситуации. Как работать врачам в этой ситуации, с моей точки зрения, нет однозначного вопроса. Почему? Потому что, с одной стороны, это облегчает интерпретацию многих данных, которые собираются в один экран. Это облегчает взаимодействие, когда в единой системе у тебя и клинические данные, и лабораторные. В чем неоднозначность? В том, что, к сожалению, в настоящее время искусственный интеллект не может полностью заменить врача. И анализировать этот поток данных, когда у тебя особенно не один пациент, это не самая простая история. Но мы будем ее обучать тоже вместе с нашими коллегами Института Скоро-Фасовского. То есть обработка, она не поспевает за набором данных сейчас, на данном этапе, да, в некотором смысле? Нет, просто поток данных такой большой. Поток опережает. Нередко мы видим на слайдах, что рабочее место анестезиолога-реаниматолога сравнивают либо с кокпитом Формулы-1, либо с кабиной пилота сверхзвукового самолета, потому что действительно то количество информации, которую врач-анестезиолог-реаниматолог в текущий момент анализирует и принимает решение, это сопоставимо с теми технологиями, о которых я говорил. Сергей Сергеевич, как это налаживалось у вас? Как это запускалось? Какой был процесс? Тяжелый, наверное. И как давно это началось? Я вам так скажу, что оно только начинается. А я полностью... Вот мы сейчас прослушали это пленарное заседание, которое на меня произвело очень серьезное впечатление. Я думаю, на Дениса Николаевича не меньше, потому что мы с ним переписывались в процессе. По большому счету, это просто глобальное изменение всего подхода к медицинской помощи. Да, и анестезиология-реаниматология тут просто одна из частей. Тут очень много плюсов, очень много проблем, много рисков, которые, кстати, тоже были там озвучены. По идее, надо развивать систему поддержки принятия врачебных решений, потому что в той же анестезиологии-реаниматологии объем данных, про которые говорил Денис Николаевич, он огромен. И когда все это выводится на центральную станцию, там, в глаза одному реаниматологу, он потеряется в этом, потому что одновременно у него будет голосить несколько элармов на экране, и ему надо определить, какой из них более важный в этот момент. Сделать это ночью, когда у тебя там, я не знаю, 12, 13, 15 пациентов, и многие из них тяжелые, потому что объем тех лечебных мероприятий, которые сейчас проводятся, объем техники, которые сейчас используются в интенсивной терапии, он гораздо больше, чем даже в то время, когда мы были в интернатуре, в ординатуре. Это прошло буквально 20 лет, я не знаю, с небольшим. Ну, просто несопоставимо. Это несопоставимо, потому что раньше этого не было, а теперь ты должен следить за всем. И когда это все стоит у всех и одновременно начинает кричать тревога по разным совершенно вещам, тут должен включаться такой помощник у врача, который определяет приоритеты или, может быть, даже корригирует какие-то вещи с лекарственным введением, с дозами и так далее. То есть такая вот поддержка врачебных решений. Мы пока находимся в самом зачатке этого всего. Если вы смотрели эти доклады, вот был доклад из Сбербанка, он показывал, как они оконтуривают зоны ишемического инсульта на 180 пациентах. У нас сейчас работа идет в институте в рамках двух грантов в разных совершенно местах по контуриванию как раз и гематом, и что более важно даже, это контуры опухолей, потому что под это подстраивается, например, гамма-нож и так далее. И действительно, человеческий глаз может ошибаться, и машина может ему помочь. Анастасия Владимировна рассказала этот доклад. Я, в принципе, потрясен двумя докладами, вот так глобально. Вчера, который был первый, который делал мужчина из Бостон Консалтинг, ну, такое ощущение, что делала его она. Да. То есть он говорил на английском, но сзади были слайды, которые четко совершенно были, как будто она это все рассказывала. И сегодня по цифровизации, потому что эти два доклада полностью показали стратегию развития московского здравоохранения на многие годы вперед. И мы это видим, как бы работая в поле, постоянно, что какие-то куски из этих процессов, они начинают происходить. Но в Москве, например, открылись карты. Да, вот это вот открытие карт для москвичей, эти эпикризы и так далее. Понятно, это все начинается через тернии к звездам, когда это тяжело, там, тра-та-та и все такое. И взаимодействие немножечко на разных языках с айтишниками, да? Ну, так как мы являемся пилотом по этой единой медицинской информационной системе, люди, которые наши там айти-службы, служба развития, которая ведет всю эту коммуникацию. И тут очень важно вовлечение, потому что без вовлечения врачебного сообщества никакой этой информатизации тотальной не будет. Люди должны понять. И, кстати, она тоже про это сказала. Помните, был вопрос, что вы считаете, что типа вызовом или проблемой? Она сказала, что это инерция. Да, вот это вот преодоление инерции. И врачи. Мы называем это, мы это называли более таким ненаучным термом, сломать сознание или там переломить сознание врачей. Привычку. Ну, в первую, привычка, потому что никто не привык. Это очень сложно меняться. Ты привык, как бы жить. То есть это образ мышления вообще, да? Да, но она же правильно действует, потому что любая система может развиваться, только когда она находится в нестабильном состоянии. Все. Поэтому она перетряхивает это все, как коктейль просто. Вообще дьяволы, дьяволы, мелочи. И все это, поднимаем, все это работает. Дьяволы, мелочи. Дьяволы, мелочи. Вот сейчас больницы в коммунарке готовятся к запуску, их запуска в том числе и МИАС. Одна из задач, которых мы совершаем. Что значит сломать стереотипы? Отучить человека работать ручкой, а не просто перестать писать, а научиться слепой методом 10 пальцев и печатать, чтобы уменьшить количество ошибок в том самом эпикризе, который через 5 минут после выписки будет доступен пациенту. И вот эти все мелочи. Но мы сегодня очень много еще о рисках, цифровизация говорили. Я сказал про риски. Риски, конечно, это незащищенность данных, это риск. Но я вот на себе испытал ситуацию. Мы же как руководители учреждения, у нас там есть электронные подписи, тра-та-та, и тут у меня там есть почта, которую я давно не пользовался лично. И тут я что-то полез в нее перед Новым годом, и я вижу, что кто-то входил в мой, значит, этот ящик на МОСРУ. И более то, что он ходил, он создавал там какие-то, значит, документы. Я в ужасе, значит, захожу в этот ящик, я захожу, вспоминаю, как залезть на этот кабинет. Я вхожу в этот кабинет, в котором я там давно не был. И тут я понимаю, что там создано заявление о прекращении прав пользования, там что-то с землей по наследству. Я, собственно, и это заявление прошло уже стадии создания, потом стадию рассмотрения, оно уже одобрено. И я лезу, я вызываю начальника службы IT, мы садимся вместе, лезем и видим, что его нигде нет. То есть все. Ну какие мысли? Вы сказали, взломали, стерли, скрыли следы. При том, что нету земли в Москве, которая могла бы отказаться, и ничего мне не переходило. Я, что делать? Мы звоним в департамент. А, мы в службу поддержки. В службу поддержки там свой алгоритм, они говорят там, как, что поступить, но это нас не удовлетворяет. Мы звоним в департамент информационных технологий, я в департамент имущества. Тебе говорят, срочно взять в МФЦ, напишите отказ от всего, чтобы вообще там ничего без вас не делали. Летим в МФЦ, все это пишем, там IT выясняет, к вечеру, в общем, выясняется, что это наш юрист подал заявление от института, там, ну, в связи с строительством новых корпусов, по отказу от земли, чтобы потом нам ее вернули. Я говорю, я удушу тебя просто. Нет, у нас юрист меня предупредил. Да, да, вот он тебя предупредил. Он оставил свой адрес, это не начальник юридической службы был, он оставил свой адрес. На ее постели этот день чего стоил, да? Это вот маленькая, просто маленькая крупинка. А представляете, там данные, ну, человек не хочет представить, и тут где-то в интернете, он даже любит. Вот, что у него там какая-то болезнь, еще что-то. Мне другой вопрос, Сергей, очень понравился, с позиции вашего двухлетнего опыта. Да, мы не обсуждаем о том, что открываем информацию, у нас есть выписной эпикрис, это очень здорово, я могу проследить путь пациента, условно говоря, там, от его рождения, все его обращения в медицинскую помощь, до тех пор, пока он не попал ко мне на прием к врачу, я весь этот путь вижу, да, со всеми теми медицинскими данными. А как открывать данные, например, если ты обратился за помощь в то медучреждение, врач, в котором ты работаешь? Ведь мы прекрасно понимаем, что эта информация, медицинская анамнез, она содержит, помимо медицинских, определенные интимные факты, которые, наверное, не каждый, как может увидеть все твои коллеги. Или хочешь ли ты, например, знать о том, хотел бы, вернее, ты поделиться своим работодателем о том, что ты там в прошлом году дважды по каким-то причинам обращался к психиатру. Например. Например, да, в качестве таких. И это та зона рисков, которая, в общем, остается пока, с моей точки зрения, в серой зоне. Почему в серой? Потому что формально ты подписываешь согласие на обработку персональных данных в тот момент, когда заводится эта история. Но это вот те вызовы и те риски, с которыми сталкиваемся мы в нашей отрасли. Мне кажется, это еще до конца непонятно. Ну, пути их решения в чем? Это в криптографических каких-то новых технологиях? Как вы думаете, чтобы как-то шифровать это? Ну, как защищать ДИТ? Вы видите, как они совершенно четко делают, они пытаются сосредоточить данные в одном-двух местах. Ну, потому что защищать одно-два места гораздо проще, чем защищать сервера всех стационаров города Москвы или поликлиник. Но это все равно уязвимость. Потому что мы же постоянно видим в интернете, там, утекли данные, я не знаю, там, из банка утекли данные, там, еще откуда-то, еще откуда-то. Из больницы кто-то из больницы. Ну, вот такие вот вещи. Поэтому недаром тоже был доклад, я не помню, кто делал, кто сказали, что в Европе, вот вроде как вышло сообщение, что запретили, да, на пять лет запретили систему распознавания лиц. Понимаете? А на нее очень большие ставки делались, искусственный интеллект, поиск там всего. Ну да, поиск преступников. А вспомните историю с камерами, когда только камера в Москве на нарушение правил дорожного движения. Да, она сначала фиксировала достаточно четко и лицо водителя, и пассажира. Теперь только номера. Вот, теперь фиксируют только номера. То есть поиск решений все равно происходит какой-то. Я думаю, что и в нашей отрасли, в медицине эти решения как... Ну, это и нащупывается сейчас, потому что какие-то есть челленджи, которые пока до конца непонятно, как с ними разбираться. И я думаю, что это все будет. Но тут главное движение вперед. А вот что касается реорганизации здравоохранения, ну, все-таки это экономические факторы тут играют роль, да? Здравоохранение – специфическая область. То есть с одной стороны мы живем в капитализме в условиях рынка, с другой стороны инновационные решения требуются новые, и с третьей стороны надо как-то все-таки сохранить еще и гуманитарную, гуманистическую составляющую. Вот как организаторы здравоохранения, вы руководители клиник, да? Вот как вы проходите между этими сложностями? Непонятный вопрос. Для меня вопрос понятный. Я думаю, что тут надо разделить две вопросы. Вообще, отрасль, медицина в целом, она развивается вне зависимости от политической системы, не в зависимости от экономической модели. То, что вчера, например, весь день на пленарном заседании дали, звучало, все идет в сторону независимости от системы, создания крупных центров, центров компетенции, где из разрозненной сети вот этих непонятных маленьких поликлиник создаются амбулаторно-поликлинические центры, где, например, помимо Института Скайфосовского появляются центры компетенции в других регионах, но беря за пример, например, опять же, да, тот опыт и навык, который был наработан в НИИ Скайфосовского, о чем речь? Где-то укропнение клиник, укропнение поликлиник, и это тренд не московский. Те же данные нам давали наши коллеги из Пермского края, те же данные нам представляли... Вчера с утра это было, понятно, в чем мы идем. Если во всем мире в городах две трети помощи оказываются амбулаторно, а у нас две трети помощи оказываются стационарно. Все, этим все сказано. Стационарная помощь, она дороже, но затраивает. Ну, короче, на это проще, проще, ведь еще есть тонкий, например, момент, я не думаю, что надо его тоже замалчивать, там все стационары, большинство стационаров, за исключением одного, который возглавляет Денис Николаевич, сейчас это коммунарка, они спланированы в далекие времена. И они спланированы по тем санпинам, которые были в те далекие времена. Тогда было, например, когда построили институт Склифосовского, странно-приимный дом, там весь огромный зал, в котором у нас сейчас собирается ученый совет, раньше был одной палатой. Да, я же не знаю, сколько там человек лежало, 50 или там может поместиться до сотни, наверное, кроватей. И это было нормально. А сейчас проще, ну, я не крамолокую скажу, может быть, медицинское сообщество меня не очень поддержит, но, во-первых, Сергей Семенович в прошлом году говорил, давайте все снесем с нуля, построим. Построим с нуля, построим. Но это правильно, вот если брать глобально, это правильно, потому что это можно построить так, как нужно, да, на... Сегодня, в соответствии с сегодняшним днем. Но если не сносить, то что можно уменьшить количество пациентов в стационарах и сделать пребывание тех больных, которые у них поступают, более комфортным, потому что их будет там не 6 человек в палате лежать, а 3 человека в палате. Не 14 дней. Да, ну не... Ну, то есть это будут совсем другие условия, которые позволят, как бы, и пациентам быть более довольными, как бы, этой ситуацией. Поэтому тут очень такой... Ну, тоже болезненный переход, потому что звучит это крамольно, а на самом деле все же делается для больного. Мы вчера обсуждали на той секции, где меня удостоили возможности выступить, именно обсуждали эту тему, и мы прекрасно понимаем, что тут есть определенный разрыв, и мы делились тем, как наша команда работает с населением, а тем, что идеально, конечно, не выходя из своего подъезда, сделать МРТ, КТ и получить консультацию членкора, например. Членкора, например. Но это же нереально. Именно поэтому вот это укропнение... Есть, например, вопрос, а что это такое? Самая модерновая клиника в Москве вдруг построена за МКАДом на территории Новой Москвы. Но ведь это реально. 13,5 гектар найдите, пожалуйста, в центре Москвы, чтобы завести 49 систем, поддерживающих жизнь и обеспечение здания, чтобы подвести те мощности электричества... На современном уровне. Да, чтобы стройку провести. Ну да, для примера. В центре города поликлиника на Якиманке, чтобы не создавать проблему, семиэтажная, строилась 5 лет. 13,5 гектар вне города, 606 коек, 66 реанимационных коек построено за 3 года. Мы же прекрасно понимаем. И главная затрата перестраивать, они всегда в полтора раза выше, чем строить новое. Еще пошли не очень радикально, потому что если мы возьмем, например, систему помощи, например, в тех же Штатах, там поликлиник нет. То есть население приходит в многопрофильный, огромный, университетский или городской сети хоспитал. И отделения госпитальные имеют несколько дней в неделю, когда они ведут амбулаторный прием. И это с давних-давних пор, я еще помню, когда в 98-м году там было, в 97-м, это так уже было. В Корее такая же модель. Да, и все. У нас еще остались поликлиники. По большому счету, это все вообще можно замкнуть на один контур. Но при многих клиниках у больших уже есть амбулаторный. Но это немножко не то, что оно. Надо опять о Москве сказать, что такой пилот запущен. Например, в анклавной территории, я говорю про Зеленоград, сейчас под единое оперативное управление отданы все поликлиники, больницы, родильный дом одного главного врача. Для чего? Для того, чтобы было полное единство. То, что вот это модное слово, которое, я думаю, сейчас так же заговорят, как и мультидисциплинарность, бесшовность. Но на самом деле это одни подходы, одни ценности, одна айдентика. Все то, что дает пациенту в итоге полный комфорт. Территория разная. Да, согласен. Территория разная тоже. Вот здесь были представлены риски разных территорий, потому что это все равно разрыв управления. Но ты не можешь, ты должен постоянно циркулировать. Я даже вот смотрю, вот у нас институт, он состоит из нескольких корпусов. Да. И совершенно четко есть дальние кордоны, куда ты не можешь. Заходишь реже. Одно дело, когда большой корпус, который ты весь вдоль и поперек, задний не отходишь. Другое дело, это, например, разжоговый корпус, который стоит прямо у садового кольца. Вот. Они, ну, если туда не заходить, вот в эти дальние кордоны, то это будет как в фильме, это «Девятая рота». Помните, когда приехали на дальний кордон, а то уже полностью раздрагенные люди, своей жизнью живут там где-то там. И, то есть, это проблема. То есть, это постоянно надо как бы собирать. Например, был бы переход в этот корпус там надземный, гораздо проще было бы туда добегать и контролировать. В общем, я так понимаю, наше здравоохранение сейчас в переходном периоде, местами болезненном, но свет в конце туннеля просматривается. Да, крайне интересно. Как только здравоохранение перестанет быть переходным, начнется другая крайность, начнется стагнация, деградация, что, наверное, реально в плане эффективности и безопасности медицинской помощи, чем мы занимаемся, на самом деле, будет гораздо ужаснее, чем вот этот выход из зоны комфорта и врачам, и пациентам. И развитие, да. Но выход из зоны комфорта и пациентов, и врачи приводит, в общем, к каким-то положительным результатам. Ведь цифровизация, у тебя она глобально пошла, вот там президентское послание, вот то, что сейчас проект идет, там, обучи бабушку интернету, я не знаю, как правильно там его сформулировать, но это же важно, потому что там, чтобы записались на прием и так далее, ведь часть населения не привыкла с этим работать. Вот мы вроде там не пожилые, да, но мне, например, я не привык читать статьи с экрана. Мне надо все равно распечатать. Перелистывать страницу. Потому что мне надо ее, да, мне надо взять маркер, там, ручку, вот. Я не могу это делать на ходу, то есть вот в машине, там еще где-то. Мне надо поехать куда-то, сесть с этим. То есть айпад как форм-фактор вам не зашел? Да, вот я не могу, вот, нет, он зашел. Я, там выведены камеры, там, единая медицинская информационная система, я могу посмотреть там пациентов, кто чем там занимается, там все такое прочее, вот. Ну, тут, конечно, до него добрался быстрее ребенок, да, сын, который взял и там поустанавливал вообще кучу там каких-то мультфильмов, фильмов, он, конечно, меня его отнимает, потому что я его... Говорю, дай мне посмотреть, дай мне единую медицинскую информационную систему посмотреть. Он говорит, нет, ОКО отдай, вот сегодня про ОКО тоже говорили, там, куда-то что-то переходит. Но мне вот легче, например, в бумаге это смотреть. Ну, тоже инерционность, да. А вот Денис Николаевич, я помню, что мы... Работали вместе. Работали вместе. Работали вместе, бременскими музыкантами мы это называем, да, потому что мы ездили по стране, читали лекции, да, там, по субботам, там, воскресеньям. И однажды, я помню, мы в Казань, по-моему, прилетели, и это был еще, у меня был самый цифровизированный телефон в то время. Это была кнопочная... То, что это наш кнопка. Да, кнопочная Nokia, да. А у него был смартфон, но он чуть не пострадал, я его спас, потому что он шел, он вышел из заработка, поймал этот Wi-Fi, который тогда был тоже тогда редкостью, вот. И смотрел в него, и чуть не получил травму, потому что он шел на стол, а я его со своим кнопочным оттянул оттуда. Поэтому тут баланс должен быть какой-то. Поэтому, если возвращаться к нашей теме, вот те три, наверное, основных тренда, которые я уловил глобально, потому что на нашем форуме московском было очень много наших коллег из зарубежа, они идентичны. Укрепление медицинских центров, укрепление медицинских технологий и их концентрация в одном месте. Это цифровизация, причем цифровизация тотальная, с пониманием тех рисков, которые она несет, и это, конечно, пациент в центре внимания. Потому что мы вот сегодня так очень много говорим о цифре, об изменениях, о изменениях зоны комфорта. Но, наверное, очень важно сказать, что все, что мы делаем, и то, что может быть на вот этом установочном периоде, кажется, для наших пациентов дискомфортно, это делается все в их благо. И тут еще важный, мне кажется, момент, который не озвучивается нигде. Давайте проговорим. Тут очень важно, с моей точки зрения, на какое время вперед ориентирована эта работа. Потому что если все изменения затеваются для того, чтобы работать в долгую, самый важный момент – это обучение. Поэтому и в Москве, например, это сейчас подвластно, потому что все говорят про пациент-ориентированность, сестры, ведь очень самую большую роль вообще в лечении сестры играют. Их гораздо больше, чем врачей. Но они больше, чем общаются. Вот их надо учить. А их нельзя выучить, когда они уже пришли в стационар. Их надо учить с училища. Я уж не говорю про семью, школу и так далее, но с училища точно. И каждый день у них должно быть занятие по пациент-ориентированности. И пока этого не будет, они все равно будут выходить такими же, как они выходят. То же самое касается вузов. У нас была этика и диантология неделю, наверное, на начальных курсах, когда ты совсем еще молодой. Ты не понимаешь, кто такая. Эти два слова вызывали только смех. Из них слагали, их переставляли и так далее. Но эта этика и диантология должны быть каждый месяц, я не знаю, по несколько дней. И только в течение всех шести лет. Или в каждом курсе со своими особенностями специальностями. И только после этого выйдут врачи, которые будут понимать, что пациенты... Иначе основная масса все равно, они выходят немножко с другими. Ну да, в том старом патернализме, я вот врач, я медсестра, слушайте меня, вам ничего объяснять не буду. А это тоже же ведь... Мы тут не обслуживающий персонал, да, мы вас тут лечим. Это то, что, наверное, не вопрос сегодняшнего форума, а то, что произошло, ну, может быть, последние 5-10 лет, когда пациент принимает решение, если он на это способен. Либо его близкие, как его лечить, какой вариант мы будем использовать. Но для этого, конечно, важно очень правильно. Потому что невозможно карательными мерами ввести пациента ориентированность. Это должно идти, как бы... Во-первых, это лидерство должно быть руководством. Ну, вообще, это встречный процесс должен быть. Да, это каждый руководитель учреждения. И руководитель учреждения тут даже не самое главное. Каждый заведующий отделением, каждый руководитель отдела, он должен, как бы... Вожак пример. Старший сестра, он должен своим примером показывать, как это должно происходить. Это будет ломаться не один год. И должны на место уходящих врачей приходить как раз уже обученные. Чтобы они уже вливались и были компетентны в этом. И не были поддержаны этому старому отрицательному влиянию. Да, да, точно. Спасибо большое. Спасибо, Денис Николаевич, Сергей Сергеевич. Я напомню, что в мобильной студии Первого медицинского канала были участники Ассамблеи здоровья Москвы, которая проходит сейчас на ВДНХ. Главный специалист по анестезиологии и реаниментологии Департамента здравоохранения города Москвы Денис Проценко и член-корреспондент Российской академии наук, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо.